Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, ваш психолог Артём Салимов. Это мой канал о психотерапии, обо всём, что мне интересно. Сегодня мы с вами поговорим на тему Нового года и его влияния на психологию и на психику человека. У меня и сейчас есть, я записываю это видео 25 декабря, и были по своей практике, помню, и по работе в психиатрии, что Новый год активизирует, актуализирует у людей невротические и психотические даже состояния. И после Нового года мы тоже наблюдаем всплеск депрессивных и невротических реакций. Почему? Сама вся эта предновогодняя атмосфера, предпраздничная суета, вся эта погода, уменьшение светового дня, авитаминоз, дефицит витаминов, мяса, может быть, белка, с яйцами говорят сейчас проблемы. Конечно, всё это подрывает иммунитет. Плюс сезонные заболевания и привозные вирусы, надо понимать, откуда они к нам приходят, подкашивают здоровье и негативно влияют на состояние человека. Сама атмосфера, само интерьер, это сенсорная перегрузка. Происходят все эти лампочки, все эти огонечки, всё это свистит, сверкает и светит. И это тоже стресс для наших органов чувств и для нашей психики. Например, у детей с аутизмом, с эпилепсией, с другими особенностями в развитии, яркие витрины, походы в эти предновогодние дни в торговый центр вместе с родителями могут декомпенсировать их и без того хрупкое состояние. Психологические причины неблагополучия новогоднего, ну, это подведение итогов года. Наша культура так заострена на этом, что у всех должны быть успехи, какие-то медали, достижения быть за прошедший год. Мои дорогие, вот сейчас, из 2023 года, хочется сказать, что если вы меня слышите, слушаете, если вы сохранили себя как человека, вы более-менее уверены в том, что произойдет через несколько часов, вы находитесь в относительной безопасности, это уже хорошо. Вот похвалите себя только за это. Этого уже достаточно. Всякие высокие и замечательные цели, пятилетки, чуть-чуть попозже будем делать и планировать. Сейчас самое главное — сохранить, спасти себя и вот свое окружение, своих близких. Вот это. Сейчас самое главное. Значит, итоги года, плюс стресс на работе, закрытие там отчетов различных, квартальных, годовых, все носятся, все хотят премию получить, тринадцатую зарплату хотят. Это тоже вводит в стресс. Тема одиночества. Принято считать, что Новый год — это семейный праздник, его надо в кругу своих родных и любимых. Нельзя, как бы не хотелось, нельзя отмечать ни в коем случае Новый год одному, как будто, я не знаю, астероид прилетит на Землю, или вдруг весь снег растает от этого, или наоборот появится, где его не должно быть. То есть это тоже подвергает человека, либо он такой, может быть, социопатичный, интровертированный, вообще устал от всех и хочет один попыть в свой вечер, в эту самую волшебную ночь, либо ему не с кем. И вот все его фрустрируют, как-то демонстрируют, что они в компании в какой-нибудь, или со своими близкими. А он по каким-то причинам не может быть с кем-то. То есть еще вот это, как правило, звучит у клиентов, которые жалуются на одиночество, не могут найти свою любовь, свою компанию, или с родственниками какие-нибудь проблемы, они не могут с ним за один стол сесть по тем или иным причинам, а вот как бы среда так устроена, что надо вместе с кем-то. Это семейный праздник, это праздник единства. Плюс еще предновогодняя погода, предпраздничная суета, снежинки, Дед Морозики, снегурочки все эти, все это нас так или иначе вводит в детское состояние. Мы все немного в это время регрессируем. В нас включаются детские воспоминания, подарки, игрушки, какие были традиции на Новый год, встреча с пожилыми, может быть, с родственниками, со старшими. И мы как бы вот все немножко становимся детьми. В нас активизируется иррациональное, магическое мышление. Мы загадываем самые светлые, самые безбашенные желания. И очень хотим, чтобы они сбылись. Мы забываем, что любое желание, вот как большая лестница, состоит из маленьких ступенек. Вот, мои дорогие, пожалуйста, распишите свою большую мечту, свое желание, которое вы будете загадывать под бой курантов. Я не знаю, кто-то пишет на листочке и там с шампанским этот пепел, потом выпивает, кто что делает. Кстати, напишите у меня в комментариях, какие у вас есть традиции, какие у вас есть привычки на Новый год. Я не знаю, может быть, что-то у вас какое-то блюдо особенное есть, без чего вы свой новогодний стол не представляете. И мы переносим ответственность на Деда Мороза, на Санта Клауса, на судьбу, на какое-то лицо, которое поздравляет нас с Новым годом. И ничего не делаем для того, чтобы эта сказка, чтобы эта мечта стала нашей реальностью. Поэтому конкретные цели, очень маленькие, может быть, для других незаметные. Но вот так потихоньку, по ступеньке вы будете ближе к своей далекой и светлой мечте. Многие себе зарекаются с 1 января, с Нового года, я начну что-то делать или не начну. Как здесь сказать? У кого-то это получается, но все-таки у большинства не получается. С Нового года начать новую жизнь. Это большая иллюзия. Но человеческому сознанию нужна какая-то точка, день Х, после которого все будет меняться. Я вас призываю вырабатывать у себя свой график, слушать себя, с какого дня лично вы готовы начинать свой Новый год и свои какие-то изменения в вашей жизни, и начинать те или иные процессы. Не надо слепо доверяться этому календарю. Эффект 1 января. Вы просыпаетесь. Кто просыпается утром, кто в обед, кто 2 января, правда, может проснуться, а ничего по большому счету не поменялось. Да, вот оно магическое мышление. Кажется, что мы сейчас напьемся шампанского в эту новогоднюю ночь, и завтра проснемся, и мир каким-то станет другим. Не станет он другим. А если вы хотите знать, какие астрологические события произойдут в Новом году, что год грядущий нам готовит, и на что я, как астролог, рекомендую вам обратить свое внимание. Вы можете купить видеозапись моей видеолекции, моего видеопрогноза на 2024 год, написав мне в личные сообщения, или стать моим спонсором на YouTube, платформе Boosty или платформе Patreon. Что вот по поводу самого праздника, по поводу его истории и вот таких культурологических особенностей и основ. Я часто слышу, что Новый год это традиционно русский праздник, это значит наша скрепа. Это правда, скрепа в российском социуме и вообще в постсоветских странах. Сейчас чуть позднее будет, почему это так. В это же время в странах Запада, в католичестве и в протестантской культуре больше празднуется Рождество, конечно же. Это уже Рождество, оно построено по тем же механизмам. Это Рождественская ночь, это семейный праздник, считается, все друг друга поздравляют, дарят подарки, ждут Санта-Клауса, Дед Мороз и так далее. У всего этого есть общая основа. Все это вертится вокруг дня зимнего, солнцестояния, самого короткого дня в году, самой длинной ночи. После этого дня, это обычно 20, 21, 22 декабря, оно астрономически меняется, насколько мне известна эта дата. После этого дня у нас прибывает световой день и уменьшается ночь, поэтому в самую длинную ночь, как время холода, время смерти и страхов, все собираются, зажигают как можно больше огней и объедаются, празднуют. Мы собрали до конца урожай, сделали все уже эти соленья, засолки. Вот мы сейчас все вместе, мы живы, нам тепло и хорошо, светло, мы подводим итоги года. У нас еще есть продукты, чтобы дотянуть 2-3 месяца до начала весны. Если вы знаете, вот в день весеннего равноденствия, это энергетический Новый год. Да, это тоже Новый год. Это Новый год, когда сеют новое зерно или выводят скот пастись. Помимо солнечного солнцестояния зимнего, это день рождения многих богов. Не только Иисус Христос родился в это время. Бог Митра, Бог Гор, Адонис, Дионис, все они родились в это время. Все они шли абсолютно по одному и тому же архетипическому сценарию. Многие из них были рождены девственницами. Миссия была, чтобы спасти человечество. Кто-то из них был убит. Они спускались так или иначе в мир мертвых и воскрешались, поднимались в этот мир и спасали всех простых людей. Все это построено по одним и тем же лекалам. Тут же, кстати, советские товарищи, конспирологи, существует версия, что официальная дата рождения Иосифа Сталина, товарища Сталина или Джугашвили, или бандит Рябой, как хотите его называйте, как вам удобней, тоже его паспортная дата рождения была перенесена на это время. Вот так он хотел стать спасителем и богом для всего человечества. Сталин здесь, кстати, для Нового года сделал очень много за какие-то пять минут, а точнее, не за пять минут, за четыре дня в 1935 году, если быть точными. Начнем вот с чего. Петр I привозит Новый год из загнивающей Европы, из стран недружественного Запада, из Голландии, из Германии. Так ему понравилось Рождество, так ему понравилась елка, он привозит это в Россию, в то время, кстати, вот Россия шла абсолютно по западному пути, уж какие тут были и бороду он заставлял, встреч и в музеи заставлял ходить, людей, уж такие были сопротивления, но вот видите, все, что из Европы до сих пор осталось, и замечательный город на Неве, Санкт-Петербург, это реально жемчужина нашей страны, сделанная абсолютно по европейским лекалам и в европейском стиле, и с историей, культурой, и это некое окно в Европу до сих пор. Вот, не приняли также его историю с елками, и вот как на удивление, знаете, только кто принял, кто соблюдал все эти правила, там у себя елки эти держал, украшал их, только частный бизнес, только владельцы трактиров и баров. Далее все-таки этот тренд, он приживается, эта мода приживается сначала в царской семье, потом аристократы, берут и потом все ниже и ниже, эта традиция украшать дерево новогоднее, поздравлять детей, дарить им сладкие подарки, они читают стихотворения или, как это делали в 16 веке, значит, в протестантской Германии, отрывки из Библии, значит, вот отмечали Новый год и Рождество. С приходом большевиков, конечно, вводится борьба с религией, Рождество всячески вычеркивается из истории, и Новый год тоже уходит из жизни людей, как буржуазное явление. Были специальные комиссии, которые ходили по домам членов партии и проверяли их на наличие елки. Елка считалась антисоветским и буржуазным предметом и символом. И только в 1935 году, когда Сталину потребовалось строить империю, когда ему потребовалось идеологически накачивать уже поколение родившихся в молодом Советском Союзе детей, придумывается праздник. За четыре дня по всему Союзу наспех ставятся эти самые праздники, эти самые елки, и детей от имени вождя народов поздравляют с Новым годом и дарят им небольшие подарки. Этот праздник поначалу был только государственным, елки не ставили дома, не отмечали дома, только в школах, детских садиках, в интернатах, в тюрьмах и даже в ГУЛАГе. Было обязательно празднование этого дня. По приказу Сталина все дети должны были радоваться, то есть радоваться по приказу. Сталин хотел вести и ввел это, правда, успешно социальный ритуал, когда бы все люди объединялись вне зависимости от класса, от сословия, от лояльности к власти и переживали какие-то позитивные эмоции. Кстати, залы елок были на тот момент украшены плакатами «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Детям говорили, что это вам подарок из нескольких конфеток от товарища Сталина, благодарите, любите его за это. И даже портреты вывешивали Сталина с детьми, где ребенок у него сидит чуть ли не на коленочках. После смерти Рябова, после смерти Джугашвили этот праздник становится семейным. Он переходит в каждый дом, в каждую семью, делают новогоднее застолье, елки, Дед Мороз приходит домой поздравлять. Конечно, здесь же появляется оливье, как блюдо, которое объединяло в себе и дефицитные продукты, так и общедоступные каждому. Оливье выставляли во всех домах, во всех вне зависимости от уровня заработка, от благосостояния. Оливье это реально скрепа. Оливье, шуба, мимоза, вот у меня даже израильтяне, у кого бабушки, дедушки только застали Россию, а уже их родители жили уже на территории Израиля, они все равно делают оливье, делают шубу, делают мимозу. И отсюда происходит советская романтика, карнавальная ночь, далее ирония судьбы, интересная здесь происходит эволюция, посмотрите, карнавальная ночь, они празднуют это в ДК, а ирония судьбы, это уже такая вот французская что ли, атмосфера, интимность частная, значит, квартира, частная жизнь, и там Ипполит с молодой Брыльской строят свою новогоднюю сказку. То есть происходит трансформация этого праздника, здесь же в это же время генсеки поздравляют население через телевизор, через зомбоящик, подводят итоги года, говорят о разных важных событиях, которые произошли в течение года, и о неких планах, и о неких запланированных событиях, которые будут в новом году. Новый год этот холодный зимний праздник, когда платили 13-ю зарплату, и люди могли позволить себе купить немножко больше, чем обычно. Мне вот мои близкие рассказывали, как из Саратова приезжали в Москву за 700 километров на поезде, значит, холодной зимой, чтобы купить ребятишкам конфет, апельсинов и на новогодний стол колбасы, привезти, значит, в Саратов из Москвы колбасу, апельсины и конфеты, вот, в такой, в такой замечательной стране, как Советский Союз, в экономический подъем, все завидуют, и сегодняшних людей, вот, которые в таком советском стиле празднуют этот праздник, я честно не понимаю, мне сразу хочется им предложить куда-нибудь уехать за продуктами за 700 километров, постоять там в очереди из ГУМа и потом это все привезти домой. Конечно, здесь Новый год принимает такой пролетарский оттенок, вот, обилие еды, какой-то заморской, икры, баклажановой, колбасы, вот, то, что мы сохранили в большей степени до сих пор. Ну, я, если честно, лично воспринимаю этот праздник просто вот как дату, как повод, там, не знаю, шампанского выпить, хотя я могу себе шампанское налить в любой вечер, вне зависимости от того, это с 31 на 1, с 1 на 20, с 1 на 2, с 25 на 26, с 15 на 16, и так далее. Я и вас призываю, дорогие мои, не жить вот по этим канонам, которые составили большевики, которые составили совки, вот не вот по этой ущербности, не оставляйте, пожалуйста, вы все самое вкусное на потом, ешьте вы это сейчас, съешьте вы сейчас этот ананас, который купили, скорее всего, и ждете, как он у вас дозреет к новогоднему столу, или откройте вы эту бутылку вина, радуйтесь жизни сейчас, дорогие мои, и не откладывайте вы на потом, или вот в следующем году вы куда-нибудь поедете, или что-нибудь сделаете, или через 10 лет, или вот когда что-то случится, хорошее, чего так многие все ждут, больше, чем нового года, наверное, не надо, вот что в вашей возможности начинайте делать сегодня, начинайте делать сейчас, не откладывайте на потом, как вы еще не поймете, что вот сейчас в мире столько всего происходит, что может быть вы никогда и не успеете, или возможностей уже это и больше не будет, чем-то там заняться, куда-то поехать, что-то себе купить, или что-то сделать, там, скушать что-то даже, делайте это сейчас, наполняйтесь, насыщайтесь положительными эмоциями, воспоминаниями, впечатлениями, вот прямо сегодня, вот сейчас меня послушайте, и начинайте жить, надо уходить, понимаете, от всего этого советского рессентимента, вот я не понимаю, когда не трожь, это на Новый год, или вот в следующем году, начните сейчас, если все к этому располагает, сегодня праздник также ярко политизирован, тема единства, что вот все хотят одного и того же, все любят одно и то же, и вот все готовы, все вместе и до конца, и все это активно транслируется, не смотрите вы эти, пожалуйста, голубые огоньки, не смотрите вы на этих блядских звезд, простите, но это же смотреть невозможно, но вот, кстати, в Совке, вот, хоть и было вот все в рамках, и была атмосфера несвободы, но либо бедная интеллигенция, которая осталась, либо ученые-евреи сделали хоть какую-то эстетику, смыслы, и это хоть смотреть приятно, на ту же самую Шульженку, но не то, что вот сейчас вам транслируется, и что сейчас вам показывается. Если вам не о чем за столом поговорить, кроме как вот тупо смотреть в телевизор, это, мои дорогие, проблема с точки зрения семейной психотерапии, либо вам надо что-то как-то свою семью перестраивать, чтобы вы могли по душам поговорить, либо вам, может быть, стоит построить свою семью, какую-то другую, чтобы у них там было вам покомфортнее. Вот, не надо лицемерить, не надо что-то строить такое, чего вы не хотите, и что априори не жизнеспособна. Конечно, нельзя вот так взять и отменить этот праздник, хотя некоторые пытаются что-то просто так взять и отменить. Многие люди правда видят в этом празднике что-то хорошее, романтичное и теплое, и уютное. Это возможность побыть со своими любимыми, поздравить их и вместе сесть за столом и испытать какие-то положительные эмоции. Подумайте над тем, какие ритуалы, какие традиции есть у вас лично в семье, есть за вашим новогодним столом. Если вы готовы ими поделиться, поделитесь у меня пожалуйста в комментариях, мне будет очень интересно познакомиться с вашими правилами и с вашими обычаями на Новый год. Или же это возможность выработать какие-то новые свои светлые, позитивные, мотивирующие вас действия и ритуалы. Мои дорогие, несмотря на лично мое отношение к этому празднику, хочется вас поздравить с наступающим новым 2024 годом, поблагодарить моих зрителей, моих подписчиков, те, кто мне помогает, те, кто ставит лайки, делится моими видео, пишет комментарии, поддерживает меня материально на платформе Boost, платформе Patreon и моим спонсором на YouTube. Большое вам спасибо, что вы были со мной весь год. Надеюсь, мы увидимся и в следующем 2024 году. Я хочу вам пожелать всего самого теплого, всего самого светлого и радостного. И главное, помните, что даже в самые лютые морозы, в самые темные и страшные ночи, вы всегда в силах сохранить в своей душе, внутри себя теплую, светлую, солнечную весну и любовь. А сделать это можно, подписавшись на мой канал и следуя моим рекомендациям. Всего вам доброго, увидимся в новом году и в новых видео.